Вы еще брод-бойс, вы должны знать свое место. Бля, некий, может мы и поломали, братан. Как еще раз нахуй вы будете, блядь, напрямую с нашим игроком общаться. Привет, друзья, это Егор Ферайзер. Мы сейчас на канале Едим Спорт. И ты поздоровайся. Здравствуйте. Вот, мы сейчас на канале Едим Спорт. Я думаю, вы предполагали, что я запишу сейчас обзор скандала между игроками Амкала и на спорте. У них там игра 17-го числа, Текила уже выкладывает всякие там модные фоточки, как Герман управляет Сипскана и говорит, что в Амкале одни только ноунеймы тупые, которые ничего из себя не представляют абсолютно без Германа. Которые исключительно профессионалы и которые были набраны, в том числе я, как профики. Это абсолютная хрень с Аней Текила. Я приходил в Амкал как человек, который 15 тысяч лет уже отработал в российской спортивной журналистике, точно не как профик, потому что я ни в какой футбольной школе не занимался. Это абсолютная хрень. И сейчас рассказывать о том, что в Амкале там какие там профессионалы. Ладно, там действительно есть профессионалы. Вообще речь не об этом, не обо мне. Самое главное, что вот завтра мы в матче с Наспорте выйдем. И вот я за Амкал, а он просто так. И покажем, покажем, покажем сразу. Я за Брук Боев, хватит про свой Амкал. Мы вообще-то клуб создали. И главная новость это то, что у нас завтра футбольный матч. Но перед этой большой новостью произошло... Завтра все приходите в 12 часов дня у нас сбор, а в 2 часа уже начало игры именно с Наспорте. Зрителям можно, стадион Луч, метро Тушинская, все. А теперь вот к этому, сука, к некиту и студроц. Что нахуй раз? Мы, блядь, всю вашу команду заберем, ебать. Ты бигаил, мы только команду создали, уже начался гон. Некит, мы же нормально общались. Ну че началось-то, дружище? В смысле, я комментировал ваши матчи и здесь мы не можем себе взять свободного агента? Да какого хера? В смысле свободного агента? Вообще, давайте так, речь о Бортнике. Бортник, да, это игрок Тудроц. А Санюшки, Санчелиуси. Бортник, игрок Тудроц. При Бортнике Тудроц не проигрывали. Как только Бортник ушел... Был, был. Как только Бортник ушел, как только Бортник ушел, сразу начались поражения. Два матча было проиграно Амкало. И сейчас нам ставится вину, что мы украли, реально взяли и забрали Бортника из Тудроц. Я понимаю, вы на хитром хотите подвигаться, хотите, чтобы вас пообсуждали и так далее. Это немного по-кресиному делать предложение Саше вот так вот за спиной и типа в шуточной манере. Но потом, когда Саша уходит, он говорит, что у него травма, а в другой команде ему обещали врачей. Может быть, ему еще что-то обещали положить в карманчик, например. Ну что некит сказать тебе? Ну смотри, две вещи. Первая, ты начинаешь там на нас гнать, при этом реально осознаешь, что мы вот так вот в первый же день существования команды, даже за день до ее существования, действительно забрали у Тудроц Бортника, Бортника, с которым Тудроц выигрывали исключительно. Ну окей, но при этом ты такой типа с позиции силы, типа чего там Броуки еще. Хотя боишься тупо упомянуть нашу страничку в Телеграме. Броук Бойс, ФК Броуки. Ну это во-первых хрей. А во-вторых, ну ты не думал изначально поговорить вообще о сбортника, почему он решил уйти, куда он решил уйти. И в-третьих, самое главное, если вот так вот команда, которая только создается. В первый же день забирают у тебя игрока, на которого ты рассчитываешь. Не кажется ли тебе, что это реально проблемы твои? Твои проблемы, потому что ты ему ничего не дал. Ничего за все время. Ни подписчиков, ни славы, ни самое главное, желание оставаться в Тудроц. И возможно этот новый клуб, не знаю даже какой, который переманивает Бортника, профессиональная основа у него намного сильнее, чем у Тудроц. Я имею ввиду, пресс-атташе есть, допустим, тренер есть, спортивный директор есть, врач, что неваловажно для Бортника тоже есть, такое же тоже может быть. Да, но пока ты лепишь отмазки, и они выглядят смешно, вот все послушайте отмазки некита. Начнем с того, что в целом Сашу звали на съемки, звали поучаствовать в разных активностях, но он не приезжал, он оставался дома, с семьей, за что его нельзя, конечно, никак осуждать, но это как бы факт, то, что он никак не способствовал тому, чтобы мы его прокачивали, или ему помогали в медийном плане. Ему это нахуй не нужно, мягко говоря. Или он хочет, чтобы это у него появилось просто магическим путем, но так оно не бывает. Ну да, ну да, такие отмазки, все сами виноваты. Всегда все виноваты сами. Джуси, Прокоп, хотя да, они сами виноваты, но сборникам другая ситуация, когда мы, сидя за компьютером, звонили разным футболистам, ну абсолютно в шутку, ну там звонили Гуркину, прекрасно зная, что он находится в Бразилии, и естественно будет всегда играть за клуб, который он предан. Пора постараться оформить международный трансфер, это Алексей Гуркин. Алексей, можно ли вам как-то позвонить? Наверное через WhatsApp, может быть он еще не дорос своей Бразилии до... Звонили Форзиара, прекрасно зная, что он нас там пошлет куда подальше. Вот это я не знал, на самом деле. На полном серьезе у меня мечта Форзиара в свой клуб заявить. То есть я буду к этому стремиться и создавать ему условия. Алло, да, здравствуй. Форзиус, я хочу к тебе обратиться не просто как Артем Кузьмин, твой друг, а как представитель теперь нового медийного футбольного клуба, которого пока что нет названия. Как ты знаешь, у Амкала сейчас будет два выезда. После этих двух выездов небольшая пауза. Эта пауза отлично бы заполнена была тем, что ты сыграть бы мог за нашу команду на медийном турнире, который запускается буквально завтра. Даже за мою команду, Форзиар, нахуй ты меня сейчас обижаешь? А меня это взбесило, Форзиар, если ты смотришь этот ролик, мы еще поговорим, бля. Ты мне друг, ты должен играть за наш клуб, хотя бы один матч, это моя мечта большая футбольная. Вот, звонили Форзиару и звонили Бортнику, потому что просто писали люди в комментариях. Я был на все сто уверен, что Бортник сыграет за Тудроц, и мы толком даже никакого предложения не делали, просто вбрасывали. И здесь реально не наша проблема, что после рофл звонка человек решил покинуть вашу команду. И причем, знаешь, когда говорят, не хочу занимать чье-то место, это означает, я хочу уйти, но так, чтобы вам не было обидно. И фактически вот только что, только что, только что, вот прямо сейчас мы получили сообщение от Бортника, и да, действительно он готов перейти к нам. Вот сейчас. Мы его вам включим, и я не знаю, мне кажется, только странные люди посчитают, что мы его откуда-то увели. Но не могли же мы в первый день существования увести человека аж из Тудроц. И, некит, обращаюсь к тебе, с глазу на глаз смотря тебе в лицо через камеру, хочу сказать тебе следующее. Что такое? Ну ты один на один с ним смотришь, я закрыл свои звуки. Ну, слава богу. Значит, некит, ты же знаешь, с чего вы начинали. Вспомни себя юнцом, первопроходцем на ютубе, и дайте нам возможность тоже стать командой, которая что-то может. Почему вы ставите везде барьеры и шлагбаумы на пути к нашему развитию? Мы вместе хотим поднимать медийный футбол. Я тебе не враг, я друг. Каждому. За исключением некоторых. И здесь я хочу тебе сказать, некит, я тебя не понял. Ты, как и я, со двора. Пусти нас в свои кабинеты. И вы увидите причину, по которой Бортник ушел, на канале ФК Броуки. Ссылка на него будет в описании. Здесь мы этот ролик смотреть не будем. Я покажу только маленькую часть, чтобы вы действительно знали и верили. Бортник. Бортник идет в Броуку. Пока. Алоха, руководители клуба, у которого пока еще нет названия. Алоха, Дмитрий. Алоха, Артем. Алоха, болельщики клуба, у которого пока еще нет названия. Бортник. 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 Бортник.